Сегодняшняя проповедь Называется Бог мой отец Я не сирота Бог мой отец Я не сирота Это истина дается не для того Чтобы развивать саможалость, слозы Когда мы начинаем использовать Слово Божие для развивать Душевность, саможалость и слозы То Слово Божие перестает работать в нас Бог не дал свое слово С целью развивать душевность, слозы и саможалость Это слово создало небо и землю Слово Божие Серьезное слово И притом работает для всех Да, оно может вызвать слозы Да, оно может прикасаться к нам Да, оно может кое-что сделать в нас Но первичная цель Божьего слова Это не развивать душевность, слозы, саможалость В нашей жизни Обращайтесь к Слову Божьему Адекватно и серьезно Но Бог мой отец Я не сирота Если вы прочитаете Новый Завет Вы обнаружили, что главный титул Бога В Новом Завете Это Он Отец Если вы смотрите в Ветхом Завете Очень редко говорится о Боге Как об Отце Оно дается понять Указывать Но в прямом смысле Часто называть Его Богом Отцом В Ветхом Завете очень редко Но с появлением Господа Иисуса Это как будто дверь широко открылась И мы встречаем 200 раз В Новом Завете Не менее 200 раз Может даже больше Когда Бог Называется Или упоминается Как Бог Отец Это потому что Бог Больше всего Хотел И хочет Открыться Человеку Отцом Поэтому Одно из главных вещей Что открывается В нашей жизни Когда мы познаем Бога Это Бог Становится Нашим Отцом Второе Последнее Коринфянам Пятая глава Библия говорит Девятнадцатый стих Потому что Бог Во Христе Примирил С Собою Мир Не вменяя Людям Преступления Их И дал Нам Слово Примирения Иисус Христос Когда Пришел на землю Чем Занимался Иисус Точнее Кто Он был Заметите Исходя Из этого Местописания Бог Потому что Бог Во Христе Примирил С Собою Мир Библия Говорит так Евангелие Отчего Наш Чирнадцать Честь Иисус Сказал Я Есим Путь Истинной Жизнь Никто Не приходит К Отцу Как Только Через Меня Дорога К Папе Открыть Истина Которая Дает нам Познать Папу Пришла Когда мы Слышим Проповедь Евангелия Одно из Вещей Что происходит С нами Бог Становится Нашим Отцом Наша Жизнь Начинает Меняться Заметите Сиротство Это Голод По Отцу Сиротство Это Когда Не хватает Отца Сиротство Это Когда Отцовство Нам Не Открыто Была Занавес Которая Закрывала Нас От Отца От Его Любви От Его Заботи Но Сегодня Через Иисуса Христа Этот Занавес Обрано Можно Приходить К своему Отцу В любое Время В любой День Кто не будет Скажите со мной Амин Одна из главных Проблем Сегодня в жизни Людей Это Эмоциональная Нестабилность То ли Черезширную Какой-то Душевность Которая Вообще Не укладывается На каких Мерках Или Какой-то Суровость Которая Не знает Границы Люди Не умеют С людьми Разговаривать И то И другое Это Явное Отсутствие Вклада Папы В жизни Человека Даже На уровень Земного Отца И то Когда Земного Отца Нету Мы Не такие Как могли Быть Потому Что Никто Нас Не Утвердил Тем Более Мы Живем В Обществе Где Папа Бывает Физически Есть На Земле Но В моей Жизни Его Нет И Поэтому Я Всегда Говорю Людям Когда Вы Детям Рассказываете Об Их Отце Если Вы Развелись Отцом Пожалуйста Не Портите Не Уничтожайте Невинную Душу Рассказывая Чудовищные Вещи Даже Если Они Были Молчите О них Сохраните Сердце Ребенка Папа Один из Главных Героев Для Любого Ребенка Не Только Мама Есть Вещи Которые Дети Получают От Мамы А Есть Фундамент Давние Вещи Которые Только По Другому Не Бывает Только От Папы Заметите Земные Отцы Нам Нужны Но Не Переживайте Если Земной Отец Не Оказалось В Вашей Жизни Или Он Физически Был Но Душевно Его Не Было С Вами Или Его Нарисовали Перед Вами Мама Как Чудовищный Неважно Что Вы Столкнулись Чем Расстались Мамой Рано И Вы Его Мало Видели Вы Уже Увидели Его Когда Вы Уже Сформированы А сформированы Уже Испорчены Внутри Есть Благая Весть Небесный Отец Является Оригинальным Отцом Он Папа Всех Пап Он Отец Всех Отцов Он Заменяет В любой Момент В любом Возрасте В любое Время В любом Месте Когда Бог Отец Приходит То Что Не было Вложено Не было Дано Вовремя Радуйся Потому что Появление Бога Отца В твоей Жизни Исправляет Все Что Испорчено И дает То Чего Не было До Этого Какие Функции У отца Первое Отец Утверждает Это означает Когда я получаю Откровение Об отцовство Бога Появляется Необъяснимым Образом Внутреннее Чувство Утверждения Отец Утверждает Второе Он Глава Семейства Что Помогает Нам Учиться Жить В семье И признавать Других Людей Полноценными И равными А не Постоянно Пытаться Всех Давить Третье Он Питает Он Приносит Еду Финансы Деньги Отец Считается Как Источник Питания Он Защитник Чувство Защищенности Приходит От Папы Небесный Отец Он Это Хочет Приносить Твою Жизнь Он Желает Держать Тебя Помочь Тебе Быть Источником Всего Для Тебя Смотрите Второе Фессалли Никита Вторая Глава Шестнадцати И семнадцатый Стих Сам же Господь Наш Иисус Христос И Бог Отец Наш Возлюбивший Нас И давший Утешение Вечное Надежду Благую Во благодати Да Утешит Ваши Сердца И да Утвердит Вас Во всяком Слове И деле Благом Чем Занимается Папа Небесный Утверждает Утешает Вообще Это мы не инвалиды Мы Самы Можем Выходить Делать Мы Самы Можем Толкать Мы Самы Можем Строить Но Главное Нам Надо Вот это Принятие От Него Утверждение От Него Утешение От Него Имея Это Мы Готовы Идти И Перевернуть Весь Мир Утверждает Означая Помогает Мне Понять Откуда Я Почему Часо Люди Ищут Свои Отцы Нашел Его Пообщался Десять Минут И ушел И жизнь Не поменялась А потому Что Человек Всегда Важный Вопрос Откуда Я Какого Моего Происхождения Где Мои Корни Всем Людям Это Интересно Почему Постоянно Земные Вещи Нас Не Радуют До Конца А потому Что Наш Папа Неземной Только У нас Еще Есть Отец Отцов По Образу Которому Мы Созданы Сколько Бы Денег Нам Не Дали Сколько Бы Объятия Нам Не Дали Мы Остаемся С голодом Внутри Голод По Нашему Отцу Небесному Нам Нужен Отец Небесный Скажите Со мной Амин И вот Получается Что Когда Папа Есть Мы Утверждаемся Бог По натуре Он Папа Это Его Натура Такая Библия Говорит Последно К Эфицианам Третья Глава 14 Стих По 16 Для Сего Преклоняю Колено Мои Перед Отцом Господа Нашего Иисуса Христа От Которого Именуется Всякое Отечество На небесах И на земле Да Даст вам По богатству Славы Своей Крепко Утвердиться Духом Его Во Внутреннем Человеке Все Отечество Все Что Называется Отец Папа На любом Уровне Оно Имеет Свой Образец В боге Отца Он Идеальный Папа Я его Назваю Абсолютный Папа В нем Абсолютный Покров Абсолютная Защита Абсолютное Все Короче Все Папы Земные Должны Учиться Утаваться Как Себе Вести Со Своими Детьми И на Него Можно Полагаться Когда Ты Идешь Молиться Не Ломай Голову Приди Спокойно Он Папа Не Надо Многие Христиане Они Не Добиваются Ничего В жизни Потому Что Они Трудятся Там Где Не Надо Было Трудиться Да Надо Трудиться Когда Ты Пошли Нужно Трудиться Не Кушать Но Что Касается Молиться Богу Не Надо Трудиться Он Папа Он Твой Отец Подникает Вопрос А Как Мне Отцовство Его Принять Во Мне Первая Точка Иоанна Первый Двенадцать Тринадцатый Написано Так И А тем Которые Приняли Его Верующим Во Имя Его Дал Власть Быть Чадами Божьими Тринадцатый Стих Которые Не от Крови И Не от Хотения Плоти Не от Хотения Мужа Но От Бога Родили Когда Мы Родились От Бога Двенадцатый Стих Те Которые Приняли Его Верующие Во Имя Его Он Дал Им Слово Власть Здесь Означает Право Быть И Называться Божьими Детьми Сыродство Души Уходит С Момента Когда Божья Жизнь Начинает Наполнять Твое Сердце И Начало В Принятие Иисуса Веровать В Иисуса Веровать Во Имя Его Вне Иисуса Христа Мы Сироти Мы Отца Не Познаем Мы Будем Поклоняться Дереву Солнце Луне Горам Рекам Морям Мы Будем Поклоняться Чему Угодно И И Только Во Христе Мы Возвращаемся К Нашему Отцу И Мы Становимся Божьими Детьми Поэтому Галатам 3 26 29 Ибо Все Вы Сыне Божие По Вере Во Христа Иисуса 29 Если Вы Христовы То Вы Семья Авраамова И По Обетованию Наследники А 1 Петра 1 Глава 3 4 Стих Написано Благословен Бог И Отец Господа Нашего Иисуса Христа По Великой Своей Милости Возродивший Нас Как Воскресением Иисуса Христа Из Мертвых К Упованию Живому К Наследству Нетленному Чистому Неувядаемому Хранищимся На Небесах Для Вас Заметите Согласно Этих Местописания Мы Стали Божьими Детьми Мы Возродились Через Воскресение Иисуса Христа Из Мертвых Следовательно Кто не Принял Иисуса Своим Господом Не Поверю В смерти Воскресения Иисуса Остаются Вне Отцовского Дома Это Означает Все Наследствия Все Благословения Все Что Бог Приготовил Как написано Здесь Оно Остается Вне Твоего Возможного Достижения Короче Читаешь Библию Это Документ Нашей Семьи Все Что там Написано Это Наше Это Наше Общее Достояние Это Наше Наследие Бог Как Хороший Отец У него Есть Наследие Для детей И оно Все Находится В завещании И вот Это Завещание Все Обетования Божие Которые Находятся В этом Завещании Они Да И Амин Во Христе Иисусе Это Твое Наследие От Папы Поэтому Обетование Божие Он Сам Следит За тем Чтобы Они Исполнились Почему Это Его Завещание Своим Детям Все Что ты Найдешь В Библии Даже Если Сосед Не верит Игнорируй Соседа И доверай Всему Что Там Написано Как Говорится Тупо Верить И Получается Как же Открывается Отец В моей Жизни Смотрите Евангелие От Иоанна 14 11 Библия Говорит Так Верьте Мне Что Я Во Отце И Отец Во Мне А Если Не Так То Верьте Мне По Самым Делам Истинно Говорю Вам Верующий В Меня Дела Которые Творю Я И Он Сотворит И Боже Сотворит Потому Что Я К Отцу Моему Пойду Замерите Динамика Веруйте В Иисуса Христа Что Отец В Иисус И Отец Иисус В Отце И Дальше Верующий В Него Иисус Во Мне И Отец Во Мне Начальная Точка Я Должен В В Р Я Не Вычислю Я Должен Поверить Почему Я Должен Поверить Потому Что Это Написано В Нашем Семейном Завещании Я Должен Доверять Этому Документу Отдыхай В Доме Своего Отца Не В Смысле Садиться И Ничего Никогда Не Делать А Живи Довирая Ему И Вот Поэтому Библия Говорит Матфея 4 глава 3 4 стих И Приступил К нему Искуситель И сказал Если Ты Сын Божий То Скажи Чтобы Камни Си Сделались Хлебом 4 стих А он Сказал Ему В Ответе Написано Не хлебом Един Будет Жить Человек Что Дьявол Пытается Делать Заметьте Его Вопрос Если Ты Сын Божий Он Не Бросается Сомнения В Сынорстве Он Бросает Сомнения В Отцовстве Бога Если Бог Отец Как Он Говорит Это Вот Это С чем Мы Сталкиваемся Каждый День Если Бог Такой Отец А Почему Украли Кошелок На Вокзале А Если Бог Такой Отец А Почему Твой Ребенок Болеет И Вот У Дьявола Есть Перечень Вопросов Которые Он Задает Людям В Каждом Веке В Каждом Поколении Во Всех Странах Он Выбирает Вопросы Подходящие Для Разных Людей С Одной Целью Бросать В Человека Сомнение Об Отцовстве Бога Нет Никакого Нового Мысли Которая Пришла К тебе Кроме Как Дьявольские Мысли Которые Он Использует Одинаково Во Всех Веках Во Всех Странах Во Всех Поколениях Во Всех Континентах У Него Список Дьявол Использует Одни И те Же Приемы Во Всех Веках Одинаковые Поэтому Иисус Реагировал Чтобы Дьявол Отошел Поэтому Говорится Кремль Восьмая Глава С пятнадцатого Стих По семнадцатый Стив Потому Потому Что Вы Не Приняли Духа Рабства Чтобы Опять Жить В Страхе Который Признак Сирорства Но Приняли Духа Усыновления Которым Взываем Ава Отче Свидетельствует Нашему Духу Что Мы Дети Божьи Семнадцатый А если Дети То И Наследники Наследники Божьи Соднок Следник Же Христу Если Толко С Ним Страдаем Чтобы С Ним Прославиться Заметите Дух Святой Является Духом Усыновления Когда Он Приходит В Нашей Жизни Появляется Такое Ощущение Я Божье Дитё Я Принят Я Свой Я Дома И В этот Момент Хочется Сказать Папа Присутствие Духа Святого Приносит В Ускоренном Темпе Сыновство В Наши Сердца Вы Понимаете И В Ускоренном Темпе Убирает Сыродство Из Наших Сердец Потому Что Он Дух Усыновления И Когда Он Приходит Мы Взываем Ава Отче От Присутствия Духа Святого Поэтому Библия Говорит Так Кремлянам 5.5 Там Написаны Такие слова Ибо Бог Духом Святым Изливает Свою Любовь В Сердца Наши Сомнете Когда Дух Святой Приходит Первое Он Изливает Божья Любовь В Нас Прямо Внутри И мы Начинаем Чувствовать Ой Как будто Меня Любят Я Не знаю Кто Как будто Я Принят Не знаю Кем У меня Такой Внутренний Мир Как будто Я Крылья В Но Хотели Я Не понимаю Из-за чего А потому Что Эта Любовь Пришла Не сюда Оно Вылета Внутри Ей А когда Внутри Нет А даже Если Здесь Есть То Мы Самые Несчастные И Он Изливает Сердца Наши Его Любовь Это То Что Нам Надо Вы Знаете Почему Многие Люди Они Как Сироды Будучи В Доме Божьем Они Они Бывают Присутствие Божьем Они Не Бывают Там Где Дух Святой Каждый Раз Когда Присутствие Духа Святого Приходит Он Изливает Божьей Любовь Он Изливает Он Изливает Он Изливает Он Изливает я то, как только присутствие Божие, я забываю, что я в чужом народе, я в чужой стране, я забываю, что Папы у меня нет. Все исчезает. Почему? Любовь эта начинает изливаться внутри меня. И поэтому Библия говорит в Галатам 4, 4 стих по 7. Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жени и подчинялся закону. 6 стих. А как вы сини, то Бог послал в сердце ваше Духа Сына Своего вопиющего Ава Отче. 7 стих. Посему ты уже не раб, но сын, можно сказать, и дочь. А если сын и дочь, то и наследник Божий через Иисуса Христа. Дух Божий живет внутри нас. И это источник любви, оно не откуда-то придет. Это не принц из Италии или из Франции. А этот принц уже живет внутри меня. И оттуда изливает Божия любовь. И я не понимаю, почему я смелый, почему я уверен, почему я не пугаюсь, почему я... А потому что это утешение во мне, сила во мне, принятие во мне, отцовство во мне. Я начинаю взывать Ава Отче от перенаполнения той божественной жизнью, которая внутри меня. Я не сирота. Что здесь у нас? Владимира 10 лет назад случился инсульт. Ему было очень тяжело двигаться. После молитвы он почувствовал, как ему намного легче стало двигаться, и он может поднимать плечо и руку. У вас были инсульт? Когда? В 11-й год. И вы не могли двигать плечо? Двигайте его, пожалуйста. Слава Богу. То есть, раньше эта сторона не работала. Я не могу без палки. Вы можете без палки дайте мне ее сюда. Пройдитесь, пожалуйста. Давайте сначала слава Богу. Дайте аплодисменты Господу. И назад, пожалуйста. И назад. И назад. И назад. Дайте аплодисменты Господу за этого человека. Слава Богу. Слава Богу. Как вас зовут? Пройдите сюда, пожалуйста. Пройдите сюда ко мне, пожалуйста. Как вас зовут? Владимир. Владимир. У вас была инсульт. Десять-одиннадцать лет. Одиннадцать лет. Да, одиннадцать лет. Три года вы лежали парализованы вообще. Господь, я прошу Тебя во имя Иисуса, чтобы Он бегал, прыгал, спортом занимался. Во имя Иисуса. Аминь. Дайте аплодисменты Господу. Халилюя. Пусть Вас Бог благословит. Он Вас любит. Проведение каждого фестиваля Иисуса — это приобретение тысяч людей для Царства Божьего. Это становится возможным благодаря жертвенности партнёров миссии «Христос для всех городов». Скажи «Аллилуйя». Этот человек не разговаривал с рождения. Иисус Господь. Став партнёром или сделав одноразовый финансовый вклад, Вы станете участником в Божьем деле. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин